Всех приветствую, дорогие мои криптоголики и криптоманы, вы на канале CryptoCommons. И сегодня мы, как всегда, поговорим про карусель невиданной жадности и невиданного страха под названием крипторынок. Давайте начнем по традиции с биткоина. Смотрите, что я здесь заметил. Все, конечно, очень хорошо, лонгуем, сегодня мы с тобой лонгуем, но я заметил такую вещь. На недельных хайконаши очень похоже то, что мы видим сейчас, на вот эти свечи. Посмотрите, паттерн такого некого замедления флэта бокового недельного. Уже пять недель мы движемся, по сути, вбок просто и вверх-вниз резкие тени. Я не говорю, что сейчас будет прям такая же сильная коррекция и медвежий рынок. Это, конечно, как бы не стоит такой вариант совсем отрицать. Но, скажем так, он сейчас очень маловероятный, поскольку, вернувшись к разговору, где мы сейчас, да, на BLX, давайте посмотрим. Напоминаю вам, что мы находимся в середине логарифмического канала по модели Stock to Flow. Вот они мы где. То есть нам еще, в принципе, расти и расти. Но, как я уже говорил во всех предыдущих видео, перед этим мы можем увидеть хорошую коррекцию. Просто не вот такую, как была вот здесь вот, то есть прям полноценный медвежий рынок, а скорее какую-нибудь такую маленькую, как была в середине предыдущих циклов, как вот здесь, вот здесь. Мы видели такие достаточно внушительные коррекции. Типа, как у нас были вот здесь, допустим, когда мы опускались к сетке средних скользящих и потом выстреливали обратно наверх. Вот. Поэтому не забывайте то, что в долгую мы находимся в нашем с вами логарифмическом канале, и нам тут, по идее, расти еще и расти. Куда-то до 200 тысяч долларов, если не выше на пике следующего пузыря. Поэтому шортить, конечно, глобально я бы это не стал, но в краткосроке, возможно, что шорт может быть более прибыльная даже сделка, если эта консолидация перейдет во что-то более коррекционное. Ну, то есть, грубо говоря, скорее всего, сейчас всех на, как это называется, без мата обманут и дадут вот такую свечу куда-нибудь ниже 30 тысяч, там может на 25, даже не знаю, до сетки средних скользящих. И только потом через какой-то, я не знаю, flat или сразу, V-образно или W-образно пойдем дальше наверх, потому что вот здесь уже все не будут верить, здесь все продадут, зашортят, и вот тогда можно будет на этом топливе ехать, потому что сейчас очень много лонгистов, конечно же. Вот такой у меня взгляд по битку, по эфиру на самом деле аналогичный, и за тем исключением, что эфир сейчас еще не переписал all-time high глобально, как биток в два раза, а находится прямо на all-time high. То есть, по эфиру на самом деле более бычий расклад, то есть, все не верят, он может еще сходить сильно выше, и вот тут, где все залонгуют, только отсюда уже потом он может пойти в коррекцию. Хотя глобально, еще раз, у него сетка средних скользящих сейчас на уровне 700 долларов, то есть, в теории он может туда упасть и ее потрогать, и потом только пойти наверх, но, еще раз говорю, если он сейчас пойдет сразу наверх, то, соответственно, и сетка поднимется, и уже будет в районе 1000 долларов, там где-то, или даже 1200, и вот тогда только он ее может потрогать, и это тоже будет, на самом деле, разумный сценарий. Напишите в комментариях, что думаете вы. Давайте к альткоинам, потому что, конечно, самый фарш сейчас происходит на рипле. Давайте глянем рипл. Рипл, вы посмотрите, на недельках, кстати, рипл вообще ничего не делает особо. На недельках рипл просто флотует вот в этом диапазоне. Вы посмотрите на это, это просто какой-то, я не знаю что, вот у нас диапазон, это 0.2.0.8. Вот у нас есть с вами горизонтальный коридор, 0.2.0.8, ну 0.15.0.8 даже, давайте так возьмем. И рипл просто в нем сидит, ничего не делает, вот. То есть все нормально с риплом, он, грубо говоря, прогревается, как мой знакомый вчера сказал, хороший, перед походом куда-то на 6 баксов или выше на 10 баксов. Судя по тому, что он обычно делал, вполне возможно, что так и будет. Вот, но мы здесь с вами на канале занимаемся обычно макроанализом, вы знаете, но давайте ради эксперимента приблизимся в микроанализ, посмотрим, что же там происходит с риплом. Вот, а рипл тут рисует просто нереальную картину, посмотрите. Рипл стрельнул после этих новостей, которые были вбросом, конечно, левом про сек, про то, что там рипл суд у них, что типа это не зарегистрированная цена бумага и все прочее. Это был тупо вброс для хомяков, чтобы здесь всех сквизануть и все это слить. После этих новостей рипл поднялся с 17 копеек зеленых до 0,8 почти на 322%. Все это он сделал за считанные дни, если не за часы. Но смотрите, в чем фишка-то. Да, окей, здесь всех засадили. Вчера был вброс вот этот про то, что памп, рипл, вот эти памп и дамп группы. Я не знаю, я читаю чат, ребят, вы либо ненормальные, либо что, вы ждете каких-то памп и дамп сигналов. Вот он уже сходил, пропампился, и вот здесь вам, когда он спускался, сказали, что будет памп. После этого что мы увидели? Конечно же дамп. Я серьезно, вот эти группы, их лучше торговать наоборот, либо вообще лучше даже в них не лезть и не слушать. Тем не менее, сейчас здесь всех ликвиднуло, кого еще не ликвиднуло, сейчас продадут. И скорее всего, скорее всего, мое мнение, что мы удержим эту гребанную сетку AMA Ribbon и пойдем наверх дальше. Потому что это будет большим нежданчиком. Сейчас все опять заговорят про скам рипла, как было вот здесь, помните? Вы поймите, что здесь наверху никто не говорил про скам рипла, вот здесь. Все говорили, рипл to the moon, все, новая банкерская тема, банкерский коин. Вы вдумайтесь вообще, какой нахрен банковский, банкстерский коин, блин? Мы говорим про криптовалюты, это свободное общество от банков, это как торренты, только деньги на блокчейне. Это децентрализованная система для свободных людей. Какие нахрен банки, вы что, прикалываетесь что ли? Это такое же говно будет, как и вот то, чем мы сейчас пользуетесь всеми этими Сбербанком онлайнами и так далее. Какой нахрен рипл? Вот, поэтому, еще раз говорю, все эти новости читать нужно между строк. Риплом, кто хочет торговать, риплом круче всего торговать на Bybit, ссылка в описании. Потому что на Bybit вы можете держать сам по себе рипл прямо в коин марджин и им же торговать, в нем забирать профит. Я, собственно, так и сделал, когда на днях я забрал профит в рипле из вот этого лонга, вышел из него чуть раньше времени вот здесь и часть перевел в эфирчик. Сейчас вот он упал, опять я сижу, смотрю, может быть, буду еще добирать лонг. Ну, часть спотовой позиции рипла держу, конечно, но достаточно небольшую, потому что я в рипл не верю. Также эфирчиком тоже надо торговать на Bybit. Не забывайте, Bybit это вообще одна из лучших бирж для деривативной фьючерсной торговли. Ссылка на биржу в описании. И также не забудьте, что осталось всего 3 дня, чтобы получить дополнительные депозитные бонусы на свой счет. Для этого вам нужно будет ввести промокод Jackpot. Вот, здесь вы можете получить как 20 долларов просто купон за участие без депозита, так и 100 долларов в бонусном центре дополнительно, плюс все вот эти призы на относительно небольшие депозиты 001, 005, BTC и так далее. Для этого не забудьте ввести промокод Jackpot в бонусном центре биржи вот здесь и нажать «Получить». Депозиты принимаются и считаются до 5 февраля, бонусы зачисляются после 5 февраля. Ссылка на биржу в описании. Вот, что можно еще сказать по альткоинам? Лайткоин. Лайткоин очень хорошо на самом деле идет, и все идет по плану. Как мы с вами и говорили, уже не первый месяц на канале. Лайткоин уже начал сильное импульсное движение. Посмотрите. Как бы он может, конечно, сейчас нарисовать коррекцию, потом пойти наверх. Может не нарисовать коррекцию и пойти сразу наверх, а потом нарисовать коррекцию. Вот это я не буду прогнозировать. Такие мелкие движения никто вам точно не скажет. Даже Базилев и Хамаха, и кто там еще у вас? Даже Карл. Ну, не, Карл, кстати, достаточно точно говорит. Вот. Но по лайткоину в целом-то все на самом деле идет наверх. Поэтому с правильным риск-менеджментом ходил позиции вообще держите, а трейдите осторожно, с умом, но можно это трейдить. Сетка AMA Ribbon уже давно развернута в бычью сторону. В общем, лайткоин выглядит круто. Ну и Dash, про который вы все так ждете от меня выпуск. Это будет следующий выпуск. Обязательно, ребята. Я собрал кучу информации, фундаменталу по Dash. Все, я вам реально обещаю. Следующее видео, надеюсь, завтра оно выйдет, будет про Dash полностью. И сейчас я повторюсь, ничего нового не скажу. Dash находится в критической просто зоне. Посмотрите, сетка AMA Ribbon впервые за три года развернулась в бычью сторону. Последний раз она три года назад разворачивалась в медвежью вот здесь, в 2018 году. И это очень важный индикатор. И Dash сейчас, в принципе, чтобы удержать поддержку, тут надо всего-то вот 94 доллара нижняя цена. И то он, может, туда не дойдет. Лично я аккумулирую Dash сейчас и по 100 долларов, и по 106, и по любой цене вообще ниже 200. Потому что первое ближайшее сопротивление у нас вот будет 200. Но на самом деле даже его там нету. Потому что реально следующее сопротивление будет почти 300, а потом 600. Ну и погнали туда. По Dash, ладно, я говорю, следующее видео будет фундаментально. Надеюсь, вы зацените и поймете. И опять же, по Dash все вот эти новости, вбросы, что якобы его, типа, делистят там с бирж, с битрексом, на котором никто не торгует. Это все такой же вброс, как был по Ripple. Чтобы вы здесь продали. Чтобы вот здесь вы продали, потому что начнется нереальный to the moon, типа вот такого. Поэтому все эти вбросы вам и дают. И суть в чем еще? На Poloniex, если вы попробуете в марджине взять Dash в Long, вам не дадут. Там пишут Reduce Only, то есть ордеры только на уменьшение позиций. Для меня это откровенный вообще сигнал на Long, потому что если бы Dash дальше дампили, или даже он шел бы в боковике, вам бы как миленьким дали открыть Long, чтобы вы как минимум платили комиссии или теряли на этом деньги. Но раз вам не дают открыть Long, значит вот эти два варианта отпадают. Значит тупо будет to the moon и просто вам не дадут заработать. Потому что Poloniex сейчас маленькие объемы, нет денег тупо, чтобы платить трейдерам. Я так это вижу. Напишите в комментариях, если вы со мной не согласны. Вот, Stellar очень, кстати, хорошо смотрится. Stellar, походу, будет сейчас повторять за Ripple. Суперсильный памп. Так что, не знаю, рекомендую. Ну сейчас по нынешним, конечно, ну может быть, кстати, имеет смысл вкидываться. Я-то просто покупал все это гораздо раньше и вам советовал. Поэтому, не знаю, кто покупал раньше, держите. Кто сейчас по хаям, ну смотрите, там аккуратно со стопами можно впрыгивать. Но толку, потому что стопы ваши снесет, скорее всего. Поэтому уже лучше ждите. Ну смотрите сами, короче, не финансовый совет, а дисклеймер. В целом все очень хорошо смотрится. ETC-шка вот идет по плану, видите? ETC-шка просили меня посмотреть. Все с ней будет хорошо, потому что это ETH Classic, это TrueEthere, это настоящая цепь. ETH BITQ мы видим тоже вообще в полной заднице. То есть его ждет очень хороший памп. Тем более вот тут на RSI, смотрите, какое красивое W вырисовывается. То есть это по-любому вот куда-то сюда. И эфир к эфиру, очень важный график, эфир Classic к эфиру, точно такая же хрень. Посмотрите, он находится просто на самом днище. То есть он в какой-то момент сейчас начнет разворачиваться, и эфир Classic к эфиру пойдет просто очень бодро. То есть в принципе рассмотреть обмен части своего эфира на Classic, так же как и на Dash, это замечательно. Потому что Dash к эфиру, опять же, посмотрите на это, Dash к эфиру тоже в полной заднице, и RSI в полной перепроданности. То есть как минимум отскок нас ждет очень сильный, ребята. Ну это математическая вероятность, это к гадалке не ходи. Bitcoin Cash тоже в принципе неплохо смотрится, к доллару уже. Вот он пошел, пошел по дуге нашей, которую мы тут рисовали. Ну и к биткоину тоже он в полной заднице, соответственно, в этот раз Хамаха, который сказал, что переводит битки в Bitcoin Cash, я думаю, что в этот раз он все-таки угадал, потому что он не может Хамаха даже ни разу не угадывать. На 9 промахов один раз он должен угадать. Вот, ребятки, всякие юни, доты, Wi-Fi, sorry, не смотрю, потому что для меня это очень новые монеты. По ним история пока для меня непонятна, честно говоря. На лайвстриме посмотрим вместе, но я бы не трогал сейчас монеты, которые уже дали по 10-20x. Просто на хаях тупо залетать, ну как бы не надо. Вот, Dogecoin, все как я и говорил, Dogecoin сейчас хайп поутихнет. Вот это, скорее всего, был у него локальный хайп, 170 сатоши. Сейчас хайп поутихнет, скорее всего, к биткоину он будет себя вести вот так, как обычно себя вел. Ну, в общем, тут ничего нового не скажу, будем смотреть. Опять же, сейчас все такие суперпобычи настроены, и в какой-то момент обязательно будет резкая, сильная, неприятная коррекция, для многих неожиданная. И, ну, для этого можно еще присматривать за фондовым рынком, потому что там тоже в какой-то момент будет крэш. И, возможно, что как минимум в краткосроке это повлияет и на крипторынок. Вот, ну а у меня сегодня все для вас, спасибо, что смотрели. И спонсор этого видео – компания MedicanCoin, MCAN Coin. Спасибо им большое за поддержку этого видео. Посмотрите, пожалуйста, пару слов об этом проекте для вас. Друзья, представляю вашему вниманию интересный польский проект MedicanCoin. Станьте частью зеленой революции MCAN. Вот что они сами о себе пишут на сайте. Мы меняем мир, инвестируя в передовые зеленые технологии с сектора возобновляемых источников энергии, проводя высокотехнологичные исследования для разработки инновационных целостных лекарственных препаратов, которые улучшат качество жизни общества во всем мире. Вы можете инвестировать в их компанию MedicanLTD, покупая монеты MCAN. Ссылка на этот сайт находится в описании видео, где вы можете ознакомиться подробно со всей информацией о том, чем занимается эта компания. Токен MCAN торгуется на бирже LATOKEN. И также в скором времени планируется листинг на биржу QB.com. Вот здесь мы видим по CoinPapric и по CoinGecko его рыночную стоимость и капитализацию. Также суточный объем. Монета довольно новая, так что можно сказать, что это инвестиция на ранней стадии, типа как ICO. Инвестируйте в инновационные технологии, основанные на целостном подходе к человеку и природе. Купить токен можно в парах MCANUSDT, MCANETHIR и MCANBITCOIN. Средства можно хранить на безопасном кошельке, который можно скачать у них с сайта. Здесь вы можете почитать более подробно о проекте. MedicanLTD была основана 6 февраля 2008 года. Компания специализируется на технологиях использования возобновляемых источников энергии, энергоэффективном строительстве и прочих замечательных вещах. Компании внедрять и распространять инновационные уникальные методы лечения, которые дают людям шанс на здоровье во всем мире, а также улучшать условия жизни в духе целостного лечения и подхода к людям. Вот команда разработчиков, польские ребята. Здесь мы видим новости. Компании поддерживают оркестр рождественской благотворительности, используют легальный компонент медицинской марихуаны, CBD, для лечения менингита и других болезней. Также они присоединяются к группе компаний игровой индустрии BlackPearl, запускают свою платформу. Цену токена и рыночную капитализацию, а также суточный объем можно оценить на CoinGecko. Ну и вот еще одна статья о химиотерапии с помощью CBD. Так что вот такие вот дела, ребята, можете ознакомиться с этим проектом по ссылке из описания. Дисклеймер – это не финансовый совет. Любые инвестиции сопряжены с рисками, так что проводите свое исследование, и если решитесь инвестировать, то берите риски на себя. MedicanCoin, M-CAN. Станьте частью зеленой революции. Ну вот и все, ребята, спасибо. С вами был FlowLow, он же Грин и Джо, это канал CryptoCommons. Подписываемся, ставим лайки, пишем комментарии, добавляемся в Telegram-чат. И до скорой встречи в следующем выпуске. Всем профита, пока.